Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады, что вы прибыли на наш спортивный праздник. Поздравляю вас с Днём Физкультурника! Это один из самых массовых и самых удивительных праздников в стране, который пережил все эпохи и который будет развиваться и укрепляться. С тех пор, когда народная власть утвердилась в нашей державе, всем стало ясно, безумного, образованного, сильного молодого поколения нам не решить ни одной задачи. Поэтому с первых же дней массовые парады физкультурников, спартакиады стали явлением в советской стране. В 1939 году этот праздник стал государственным. Ни одна манифестация на Красной площади не проходила без того, что её открывали сильные, здоровые, красивые, молодые люди. И мы на 18 Олимпиадах выиграли 12, а на 6 заняли призовые места. Поэтому всякие попытки вытеснить нас с мирового спортивного движения, они абсолютно преступны и не имеют под собой никакого основания. Эти глобализаторы решили нас прижать и на этом спортивном поприще, но у них, уверяю вас, ничего не получится. Мы сегодня проводим большой спортивный праздник, у нас очень интересная программа. За последние годы наш спортивный клуб добился огромных успехов. С Иваном Ивановичем, который является моим замом и возглавляет наш спортивный клуб, мы на базе МГУ создали команду мини-футбола. За 12 лет мы пробили Суперлигу. Наша молодёжная команда выиграла чемпионат Российской Федерации. Молодые ребята до 23 лет стали чемпионами страны. Вчера наша команда разгромила Норильский Никель, а это одна из лучших команд Суперлиги. И сейчас у нас уже более сотни футбольных команд. Мы ставим задачу максимально воскресить любое уважение к волейболу. Раньше не было ни одного двора, ни одного села, ни одной школы без хорошей волейбольной площадки. Я сам начинал в сельской школе играть в волейбол, потом играл за сборную университета, за сборную армии в группе советских войск Германии, за город выступал. И считаю, что волейбол – это удивительный вид спорта, который объединяет, сплачивает, и который открыт для игры в любое время года и для любого возраста. Поэтому я сейчас передам слово моим организаторам и товарищам, которые сегодня проводят этот спортивный праздник. Ира у нас возглавляет это движение. Она за последнее время проделала колоссальную работу. Вот, Ира, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня в День физкультурника у нас происходят масштабные события. У нас более 16 любительских команд будут проводить турнир по волейболу. Вы можете насладиться хоть и любительской, но профессиональной игрой команд, которые тренировались и готовились к этому дню. Наша задача, команда «Волейболфанс» – объединить и как можно больше привлечь людей к доступному и открытому виду спорта, такому, как волейбол. Ведь на сегодняшний день команда волейбола является действующими олимпийскими чемпионами. И вот нам помогает, уважаемый Геннадий Зиганов, помогает нам в этом. Спасибо ему огромное. День физкультурника в нашей стране празднуется практически с первых десятилетий после установления советской власти. Я хочу обратить внимание, что советская власть была один из главных лозунгов «В здоровом теле – здоровый дух». И в первые десятилетия советской власти было в 20-е годы создано спортивное общество «Динамо», в 30-е годы – «Спартак», а вот в 2000-е годы – единственная политическая партия, которая создала свой спортивный клуб, спортивный клуб КПРФ, который действительно активно развивается. И мне кажется, лозунг первых годов советской власти «В здоровом теле – здоровый дух» – он очень актуален сейчас. Когда у молодежи очень много, знаете, всяких отличений, попыток втянуть их в занятия там ненужными вещами, я бы так сказал, я уж не буду называть наркотики и прочие вещи, хотя, к сожалению, это тоже для молодежи очень большая беда. И поэтому привлечение широких слоев молодежи к занятиям физкультуры, спортом, мне кажется, очень актуально. Тем более спорт, он дисциплинирует, он воспитывает волю к победе. И поэтому одна из основных задач, которые ставит перед собой Компартия Российской Федерации – это развитие массового спортивного движения. И вот вчера Геннадий Андреевич упомянул, был футбольный матч Суперлиги по мини-футболу. Команда КПРФ играла с командой Норильского Никеля. Я смотрел этот репортаж, и было очень приятно слышать, когда комментатор говорит, что КПРФ, спортивный клуб КПРФ, ведет колоссальную работу по всей стране. И не только по мини-футболу, но по огромному числу видов спорта, и огромное число молодежи привлекается к нашей работе. Безусловно, мы будем эту работу продолжать. Я хочу поздравить всех с Днем физкультурника, поздравить спортсменов, учителей физкультуры, тренеров, всех любителей физической культуры и спорта с этим замечательным днем. Самая действенная антиреклама наркотиков, пьянства, подворотен, курение, хулиганство – это спорт. Здоровый образ жизни. Его пропаганда – это святое дело. Поэтому я вам предлагаю сегодня поучаствовать вместе с нами в этом празднике, празднике здоровья.